Волонтеры и пресса В фойе филармонии в буквальном смысле слов штампуются раритеты. Всего полторы тысячи конвертов, погашенных штампом, с символикой второго Забайкальского международного кинофестиваля. И вот, наконец, звучат аккорды фестивального гимна, и первыми на ковровую дорожку цвета богульника вступает чета Михайловых. Небывалое количество телекамер, вспышки фотоаппаратов, аплодисменты зрителей, буквально штурмующих подступы к филармонии. Чета приветствует звезд российского и зарубежного кино. КОНЕЦ 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 Ведущими церемонии открытия в этот вечер стали актеры театра и кино Елена Захарова и Сергей Астахов. Но, а, собственно, праздник на сцене начался с оригинального и запоминающегося выступления знаменитой балерины. Илзы Лепа в двух ипостасях в ореоле музыки Мишеля Леграна из кинофильма «Мужчина и женщина». КОНЕЦ 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 Выступление в стихах народного артиста России Александра Михайлова предварило, пожалуй, самую торжественную часть церемонии открытия кинофестиваля. Губернатор Забайкальского края Равиль Генниатуллин от имени краевого правительства вручил специальный приз народной артистки России Римме Марковой за выдающийся вклад в развитие советского и российского кинематографа. КОНЕЦ Председатель конкурсного жюри, польский кинорежиссер, сценарист Кшиштоф Занусси приветствовал зрителей в самом, что ни на есть, киноварианте с полотна экрана. И душой я уже с вами хотел, будучи раз в несколько часов. Прибытие звезд мирового уровня Кшиштофа Занусси и Настасьи Кински ожидается лишь на следующий после открытия день. Не откладывая в долгий ящик, сразу после торжества начало конкурсного показа здесь же в зале Краевой филармонии. «Мой лучший враг» – кинолента австрийского режиссера Вольфкунга Мурнбергера показывает Вену 30-х годов прошлого столетия. Много стрельбы, напряженный сюжет, игра, построенная на контрастах. Картинная галерея, полотна Микеланджело и гитлеровский концлагерь. Главный герой – еврей из состоятельной и интеллигентной семьи и форма СС на нем. В общем, как говорится, ах, этот интригующий мир кино. Картинная галерея, полотна Микеланджело и гитлеровский концлагерь.